Здравствуйте, мои дорогие подписчики, подписчицы, мальчики, девочки, а также гости канала Шалундрики. В этом видео мы с вами рассмотрим двух очаровательных пупсов, которые, наверное, понравятся многим маленьким девочкам. А играть с ними будет весело и интересно. Тем более, один из них способен ходить и сделать свои первые шаги с нашей помощью. А другой может самостоятельно сидеть и просто очаровывать своей улыбкой. А теперь давайте рассмотрим каждого повнимательней. И начнем вот с этого милого создания. Этот пупсик пришел к нам с Алиэкспресс. И выглядит он, конечно, очень мило. Открытый ротик, симпатичные глазки нежно-голубого цвета. Выглядит как настоящие. Малюсенький носик, симпатичные щечки. Скорее всего, что это мальчик, одет в красивый костюмчик из трикотажной ткани белого цвета с красивой бахромой. Посмотрите, на ножках пинетки, которые при желании можно снять. Ну, а потом легко одеть. Кофточка, шортики и чепчик. Чепчик завязывается и развязывается, но он еще и пристегнут к голове. Поэтому полностью снимать его не стоит. На голове волос нету, но рельеф не забыли изобразить. Выполнено все детализировано. Посмотрите, все проработаны складочки. Очень приятный тон кожи. На одной ручке все пальчики сжаты в кулачок, а на другой три отдельно, а два вместе. Локоточек в складочке возле кисти. Проработаны нокаточки. Так же, как и на ножках. Посмотрите, присутствуют все складочки. Коленная чашечка выделена. Пальчики и также нокаточки. Выглядит все реалистично. Чем-то даже похож на маленького ребора на этот пупсик. Но относится он именно к пупсам. Кофточка у него расстегивается. Сзади она на липучке. В комплекте с этим пупсиком есть пустышка. В ротик, конечно, ее можно вставить, но она не держится. Но в лежачем положении зафиксировать можно. Ручки подвижные, голова подвижная, ножки подвижные. Самостоятельно стоять он не сможет. А вот сидеть, как вы заметили, может сам. На животике также изобразили все складочки и даже пупочек есть. Думаю, что играть с ним будет очень интересно любой девочке. А теперь давайте рассмотрим вот эту шальную девчонку. Посмотрите, какие у нее интересные глаза. Эту девочку зовут Бонни. И она учится ходить. О, мои первые шаги написаны на упаковке. Игрушка подходит для деток от 3 лет. Но я думаю, что она будет интересна деткам и более младшего возраста. Ну, а шальные глаза у нее, наверное, от того, что она все-таки смогла самостоятельно сделать первые шаги. Давайте посмотрим, как она это делает. Эта куколка еще меньше, чем предыдущий пупсик. И высотой она всего 18 сантиметров. Посмотрите, какая у нее подвижная голова. Язычок она прикусила, видимо, от того, что все-таки у нее получилось ходить. Два милых хвостика. Волосы, конечно, сделаны из пластика, так же, как и сама куколка. Она в кроссовках. И подошва у нее мягкая. Наверное, это сделано для того, чтобы облегчить ей первые шаги. Симпатичная пластица, на котором написано Бонни. Это так зовут эту куколку. Платьица при желании можно снять. И тут же отсек для батарейки. Да, эта кукла работает именно от батарейки. Ручки у нее подвижные. Можно их поднять вверх или опустить. Глаза нежно-голубого цвета. Достаточно крупные, большие и удивленные. И при этом выражают радость и какое-то счастье. Наверное, как у многих малышей, которые только-только пытаются сделать свои первые шаги. Давайте вставим батарейку и посмотрим, как она будет ходить. Понадобится одна мизинчиковая батарейка. Продолжение следует... Вот такая смешная девчонка. Милый пупсик, который может самостоятельно ходить. Шажочки мелкие, перебирает ножками. И смотрится это очень забавно. Ну а мультяшный внешний вид и озорные глаза с торчачьим язычком делают, конечно, ее очень веселой, жизнерадостной и позитивной малышкой. Думаю, с такой куклой будет интересно поиграть деткам и в год, и в полтора, и, возможно, в два. А, возможно, для кого-то сможет стать любимой игрушкой. А кто-то, может быть, даже научится самостоятельно ходить благодаря такому пупсу. Вот такие малыши у нас сегодня были на обзоре. Девочку зовут Бонни, но а имя этому пупсу вы сможете придумать самостоятельно. Я, мои дорогие друзья, эти обе игрушки разыгрываю, поэтому объявляю конкурс. Пишите комментарии под этим видео, ставьте лайки и проверяйте подписку на канал. И подписка должна быть обязательно открытой. А в комментарии укажите, что вы участвуете в конкурсе. Ну и, конечно, напишите, кого бы вы больше всего хотели. Итоги розыгрыша мы подведем через три недели. Как обычно, выйдет ролик, в котором я и покажу, как программа Рандомайзер выбирает победителей, исходя из ваших комментариев и проверяет все остальные условия. Всю подробную информацию вы также сможете найти внизу, в описании под этим видео. Ну а я на этом прощаюсь. Надеюсь, видео было интересным, увлекательным и вам понравилось. А если это так, то поддержите лайком в любом случае, мне будет очень приятно. И, конечно, подписывайтесь на наш канал. Впереди много всего интересного из мира игрушек и не только. Всем спасибо и пока-пока. До новых скорых встреч. Увидимся на канале Шалондрики.